После Карабахской войны в регионе Южного Кавказа сложилась новая геополитическая ситуация. Кто бы не пришел к власти в Армении, будет контролировать безукоризненное выполнение трехстороннего заявления по Карабаху. Путин свою позицию обозначил и его слово решающее. Как передает канал 13 со ссылкой на издание Москва-Баку, об этом заявил российский политолог профессор Александр Дугин. При этом он указал на то, что ситуация в Армении сейчас запущена до такой степени, что оттуда уже все уехали, кто мог бы быть третьей-четвертой силой. И если Армению возрождать, то нужно это делать в контексте конструктивного сотрудничества с Азербайджаном, с Турцией, с Ираном. Армению как государство надо запускать заново, отметил Дугин. По его словам, в Ереване осознали, что только Москва является главным фактором с точки зрения помощи, обеспечения армянских национальных интересов. На горьком опыте роль Москвы осознал и Пашинян. Теперь действующий пемьер и националисты хотят по-настоящему двигаться в сторону укрепления отношений с Москвой. Экономическая ситуация в Армении на сегодняшний день крайне трудная. Осознание двумя этими силами в Армении в зависимости от России, на мой взгляд, очень существенно упростило внутриармянскую политическую ситуацию. Стало очевидно, что тот, кто играет на Запад, может сразу идти вон. Армяне поняли, что работать на Запад – это просто самоубийство. С этим осознанием роли России для Армении в преддверии выборов и связаны визиты и Пашиняна, и Кочаряна в Москву, сказал российский политолог. По его мнению, Путин не делает принципиального различия между Пашиняном и националистами в сложившейся сегодня ситуации. Москва предоставит самим армянам решать свою судьбу. Кремль проводит красную линию для любой внутриармянской силы. Никакого сотрудничества с Соросом и будет работать с теми, кто эту черту переходить не будет. Позиция России такова, что фонд Сороса должен быть истреблен. Американского посольства в Армении, самого крупного на Южном Кавказе, быть не должно. Именно с такой позиции Россия будет разговаривать с любым, кто бы не победил на выборах в Армении. Если армяне начнут заниматься возрождением своей страны в нормальном контексте, то Россия будет им помогать, подчеркнул он, добавив, что сегодня Москву больше устраивает Никол Пашинян, поскольку именно он подписал мирные соглашения по Карабаху. К тому же у него не будет никаких возможностей для маневра опять взяться за старое, потому что в ином случае его сразу же мгновенно скинут, считает Дугин. Поэтому на сегодняшний момент Пашинян Путина устраивает больше, но только с условием, чтобы в Армении прекратился внутренний конфликт. Думаю, что Путин и Пашинян просто договорились выбросить из Армении американцев, чтобы они никак не осложняли ситуацию. Пашиняну Путин сказал, что вот ты молодец, подписал мирное соглашение по Карабаху, не стал идти на провокацию. Хорошо, плюнул на Сороса и теперь вот давай что. Выкидывай оттуда глобалистов и дальше будем строить с вами конструктивные отношения. Кочарян доволен, потому что его оправдали. Путин его поддержал. Пашинян доволен, что его никто не будет жестко сбрасывать. Путин доволен, что в Армении заканчивается эпоха безумия и все приходит к той картине, которая бы всех устраивала, отметил российский политический эксперт. И сейчас, как считает Дугин, уже вопрос ставится к Баку. Сегодня из этих встреч постепенно-постепенно зреет вопрос к Алиеву. А вот как победитель, триумфальный президент, будет вести себя в ситуации, которая слегка корректируется. А она корректируется все время. Это же политическая жизнь, сказал Дугин. Очень важно, как Алиева в новых условиях будет выстраивать отношения с Москвой и Анкарой. Едва ли, я думаю, в интересах Алиева делать реверс в сторону Турции. Он понимает, что это совершенно не в азербайджанских интересах, отметил российский политолог. Дугин также выразил уверенность, что Ильхам Алиев постарается сохранить нейтралитет, баланс в отношениях и с Анкарой, и с Москвой.